Друзья, всем привет! Меня зовут Максим, вы на канале Аланья Жизнь Без Купер. В этом видео мы с вами поговорим о краткосрочной аренде. Тема на самом деле серьезная, не все до конца понимают, как можно делать, какие расходы несут в связи с этим. Поэтому смотрите видео до конца, и будет интересно. Итак, я предлагаю начать с истории краткосрочной аренды в Турции. В 2017 году и в 2023 году произошли очень важные изменения. В 2016 году вышло постановление о том, что иностранные граждане самостоятельно не имеют права сдавать квартиру в краткосрочную аренду. А сдавать в аренду могут только уполномоченные компании, которые имеют лицензию. Мы на своем канале всегда говорили, что краткосрочная аренда в принципе в Турции запрещена. Но тем не менее люди приезжали, покупали, сдавали в аренду. Где-то это было законно, где-то было незаконно. Был определенный бардак. Но в 2023 году был принят новый закон о краткосрочной аренде. В чем его суть? Мы говорили много раз на нашем канале. Но я сейчас еще раз повторюсь. Сейчас нужно получать лицензию. Существует несколько домов, ну либо сказать видов, по которым можно получить лицензию на краткосрочную аренду. Первое. Это дома без инфраструктуры. Как правило, проживают там местные жители. Для того, чтобы получить лицензию, нужно согласие 100% всех жильцов. Как правило, это нереально. Поэтому краткосрочная аренда, скорее всего, там будет невозможна. Краткосрочная аренда, опять же повторюсь, это аренда, когда человек может снять квартиру не больше, чем на 100 дней за раз. Следующий комплекс, это комплекс, который обладает определенной инфраструктурой. Сейчас должны быть определенные выполненные требования. Какие это либо бассейн с охраной, какие-то два требования. Раньше их было, когда приняли законопроект, их было шесть. Охрана, бассейн, аптека и так далее. То есть сейчас достаточно иметь всего лишь две опции. Например, спортзал и бассейн плавательный. Если эти опции есть, то комплекс может получить лицензию на краткосрочную аренду. Для того, чтобы в этом комплексе можно было сдавать квартиру в аренду, согласие 100% собственников не нужно. А нужно, чтобы в уставе этого комплекса было прописано о том, что жильцы имеют право сдавать квартиру в краткосрочную аренду. На данный момент сейчас в Алании получено порядка трех лицензий на комплексы, жильцы которых могут сдавать квартиру в краткосрочную аренду. Хочу остановиться на вот таком немаловажном моменте, на самом деле, о котором никто не говорит. Мы знаем, что для того, чтобы сдать квартиру в краткосрочную аренду, квартира должна соответствовать определенным требованиям. Комплекс должен соответствовать определенным требованиям. И самое важное требование, собственной квартирой, которая занимается сдачей аренды в краткосрок, обязан регистрировать всех жильцов в управлении полицией. И вот здесь, друзья, очень тонкий момент. Внимательно. В законе прописано, что если собственник владеет больше, чем пятью квартирами, то он должен зарегистрировать юридическое лицо и уже получать лицензию. Но очень важный момент, друзья. Если вы хотите зарегистрировать клиента в полиции, то просто так физическое лицо вы не сможете зарегистрировать. Через сервис вы не сможете даже зайти, вы не сможете создать свой личный кабинет. Для этого требуется вам создать учетную запись. Учетную запись можно создать только при условии, если вы открыли, зарегистрировали индивидуальный предприниматель. То есть вы ищете бухгалтера, регистрируете ИП, с этим документом идете в налоговую инспекцию, где финансовый инспектор регистрирует вашу квартиру, регистрирует ваше ИП. После этого идете уже в полицию, и в полиции вам создают свой индивидуальный кабинет, где вы через этот кабинет можете регистрировать клиентов. Друзья, но если вы зарегистрировали ИП, то вы должны понимать, что у вас будут определенные расходы. Во-первых, непросто найти бухгалтера. Первое. Второе. Услуги бухгалтера стоят от полутора тысяч лир и выше. Чем наряднее бухгалтер, чем наряднее его кабинет, тем услуги могут стоить дороже. Там и 100 долларов, и 100 евро, и 150 евро. На самом деле, вы иностранцы на вас смотрят, и здесь каких-то тарифов серьезных и определенных нет от слова совсем. Это первый момент. Второй момент, друзья. Если вы индивидуальный предприниматель, значит, вы обязаны иметь государственную страховку. Стоимость ее в месяц это 6 тысяч турецких лир. По страховку входит как в медобслуживание, так и отчисление в пенсионный фонд. Это вы должны тоже понимать. Помимо этого, у вас ежемесячно будут списываться определенные налоги. Стопашка, ДВ и так далее. Напишите в комментариях, друзья, знаете вы это что-то, либо не знаете, я запишу обязательно отдельное видео по налогам для индивидуальных предпринимателей и для лиц, которые открыли ООО. А к чему вообще эта тема вся, друзья? А это тема к тому, что вообще выгодно ли иметь квартиру, чтобы сдавать ее в краткосрочную аренду, либо невыгодно сдавать краткосрочную аренду. Почему? Потому что математика, она говорит об этом. Что, грубо говоря, у вас расходы на содержание только одного ИП по подсчетам будут достигать порядка 3000 евро. Важный момент также. Если у вас есть квартира в Турции, но у вас нет вида на жительство, то лицензию на краткосрочную аренду вы получить не сможете. Надеюсь, с этим ясно. Но в любом случае вы сможете сдавать ее в долгосрочную аренду. Это от 100 дней и выше. Ну, а если у вас есть ВНЖ, если у вас есть квартира, но тем не менее вы взяли и уехали на полгода и хотите сдавать ее в краткосрочную аренду, то вы тоже ее не сдадите. Почему? Потому что по этой квартире вы а, зарегистрировали, а б, у вас получена ВНЖ. То же самое не сможете сдавать ее и в долгосрочную аренду. И поэтому нужно все это понимать. Вывод какой? Друзья, приобретая жилье здесь всегда, не считайте, размышляйте, спрашивайте, выгодно это для вас будет, либо невыгодно. Почему? Потому что для того, чтобы сдать квартиру в долгосрочную аренду, вам нужен человек, который имеет здесь официальный статус. На самом деле, так как ВНЖ по аренде отменили, количество людей таких сократилось. Да, можно искать человека, у которого здесь рабочая виза, турецкие граждане, ребята, у которых есть турецкие паспорта, наши граждане из бывших республик СНГ. Почему? Потому что турецким гражданам, в принципе, никто особо не хочет издавать. Что касается вообще всего этого закона, на самом деле, мое мнение, что думали, 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 и все-таки гора родила мышь. Почему? Потому что это все можно сделать, было гораздо проще, без всех вот этих вот нагромождений, различных требований и так далее. Понятно, да, требования квартиры есть, требования комплекса есть. Можно было сделать абсолютно просто. Приходишь в налогуинспекцию, платишь там зависимости от комплекса, тоже можно было сделать какую-то градацию, там, да, с бассейном, без бассейна и вообще без инфраструктуры. 500 евро за год, заплатил 500 евро, получил сертификат, повесил себе на дверь и все. Сейчас же пройти нужны круги ада для того, чтобы получить эту лицензию. Ну, единицы, на самом деле, их получили. Опять повторюсь, всего лишь три комплекса в Алании. Поэтому можно было сделать все, на самом деле, гораздо-гораздо проще. И бюджет республики пополнится многократно. Сейчас все люди, в любом случае, как-то все уходят. Как у нас все смекалистые, пишут договор там ненотариально, обычно от руки на 102 дня. Почему? Потому что эти договора нигде не регистрируются, контроля вообще никакого нет. Ты сегодня написал один заговор, завтра написал второй договор. То есть, как не было денег в бюджете, так, на самом деле, их и не предвидится. Поэтому я сказал такое выражение, что все-таки, на самом деле, родили мышь. Своими мыслями я хотел с вами поделиться. Об этом вам никто не расскажет. Вся важная информация в нашем телеграм-канале «Алания. Жизнь без купюры». Друзья, переходите, смотрите. Там всегда самая свежая, самая важная информация для тех, кто переехал в Турцию, в Аланию, в нашу любимую, на постоянное место жительства. Если вы согласны со мной, напишите, пожалуйста, комментарии свои. Ну, а я с вами прощаюсь. Всех обнял, всех приподнял. И пока!